Всем привет! Сегодня 20 июня. Я путешествую по солнечной ныне Германии и делаю очередные удивительные открытия. Но они не столько открытия, сколько удивительные для меня, во всяком случае. Вот, например, эта табличка Deutsche Weinstraße, немецкая винная улица. Словосочетание немецкое вино, лично у меня, но такое вызывает острое неприятие. Такой оксюмарон, как бы невозможное сочетание. Скажем, немецкий schnapps это да, немецкая предположим рулька да, но немецкое вино как бы нет. Но тем не менее, факт остается фактом в Германии, во всяком случае, в этом местности огромное количество виноградников и таких вот производств частных вин. Это вот стоят бутылочки чистенькие, пустые, готовые для разлива немецкого винчика. А вот это вот, собственно говоря, винодельная такая частная, с таким красивым фасадом, вывеской, как это, Лейбан, не знаю, что там дальше. И таких вот частных винокурин в Германии, вот в этой местности, во всяком случае, в районе Мангейма очень-очень-очень много. Я уже не первый раз езжу по этим местностям, хотел много раз сделать репортаж, до что как-то все не складывалось. И вот сегодня я решил посвятить свою поездку. Вот тоже такой виноград. Лоза, я не знаю, сколько ей лет, но очень много, судя по размерам. И решил посвятить такой как бы винодельным немецким. Конечно, посещать их у меня не получится, потому что вино и Дима находятся на разных концах шкалы жизненной. Вино по-своему, Дима по-своему. Вот. Но немцы эти вещи успешно объединяют. Свой знаменитый шнапс и винодельный. И судя по тому, что немецкое вино тут пользуется хорошим спросом. Я просто, я говорю, не первый раз ездил, видел, как в этих домах собирается народ и там на дегустации эти винчики литрами потребляют. тут в окрестностях этого городишки большое количество достаточно высоких холмов. И все эти холмы усажены виноградниками. Но это просто деревушка такая, сельская жизнь бюргера. Но сейчас будет еще что-нибудь интересное. Подключусь еще. Ну и вот то, о чем я говорил. Вон там вот склон, он абсолютно весь усложжен виноградниками. Здесь вот небольшой кусочек винограда, а там весь склон виноградником. Вот такой велик мне не догнать. Хотя попробую. Я хочу сказать, Германия славится не только своим виноградом, шнапсом и пивом, но и черешней. Черешней здесь столько, что просто караул. Говорю шепотом, чтобы не получить выстрел солью в спину. Сейчас я тут немножко обберу это дерево и поеду дальше. Вот такой вот здесь вот черешневый, черешневый ный. Короче, сад в черешне. Тут невероятное количество этой вкуснейшей ягоды. Я себе немножко пособирал. Слава Богу, бюргер мне в спину не бахнул солью, поэтому едем дальше. И дальше как раз-таки начинается опять вино, потому что вон там виноградники. А вот дно от винной бочки с не менее винным краном там, со всей атрибутикой. Ну а кстати опять-то черешня. Вот как растет здесь черешня. Еще один сорт. Вот этот можно вообще собирать с улицы прям. Даже никто слова не скажет. Просто та более зрелая, та садовая, там прям регулярный сад. А это, ну а это я соберу обратной дороги. И снова виноград, и снова немецкое вино. Блин. Никак у меня не привыкнет слух к этому словосочетанию. Ну как-то не стыкуется что-то в голове. Вот не сходится и все. Как отталкивается. И тут, по-моему, где-то сейчас должен быть такой винный дворик. Я несколько недель назад тут ездил. И там как раз-таки тоже в воскресенье, да. И там немцы что-то усиленно отмечали. По-моему, здесь вот, да-да-да. Вот еще она виноделенька. И здесь нет. Это никто. Это всякие садовые принадлежности. Ну, в общем-то, хотел показать, но ничего не вышло. Ну, ладно, бог с ним. Просто интересен сам факт того, что Германия увлекается виноделием. И это факт. Как-то так. Ну, на самом деле, вот эту улицу надо было назвать Вайнштрассе, потому что вот здесь Вайнгартен, какой-то винный сад. И вот тоже интересное украшение фасадов. Лоза. Вот она растет. Я не знаю, сколько лет этой лозе, но очевидно, что офигеть немало. Ливон Вайнгут, Курт Вольф. Очередное. Кардан наш. Урал поехал. Любит немцы Урал из коляски. Вот очередной винный погребок. Пробы покупать можно и пробовать. Там куча-куча всяких вот этих вот винных мест. Причем как-то они скопились, скучковались в каком-то определенном регионе. Потому что нигде больше по Германии я такого особо ничего не встречал. А вот это вот вообще интересная штука. Вайнзекгарден. Винный сад, да, какой-то отель. Да. Винный отель. Такой похож на больничку. Немножко такой, не на больничку, точнее, на дом отдыха. Но прикольный дом отдыха, где лечат вином. Я думаю, что многие мои знакомые как раз-таки с удовольствием устроились быть такой величебницей. Это все какие-то частные были домишки, а винодельные. А вот здесь вот уже такая, более тем не менее, промышленная. Тут уже давит вино в хороших объемах. Так. Ну, деревня, очередная деревня кончилась. Еду дальше. Еду в суровый промышленный Мангейм. Он на самом деле такой очень, очень прям промышленный. Очень-очень. И во всем городе прям ощущается, что это от сад именно промышленный. Но округи его и окрестности, конечно, полностью посвящены вину. И черешня. Черешня мне радует больше. Теперь от искусства производства вина плавно переходим просто к искусству немецкому. Вот такой вот искусственный осел. И просто выдающийся характеристик. Невероятный взгляд. Он просто пронзает насквозь. И под этим пристальным взглядом чувствуешь, что что-то ты в жизни не понимаешь. Осел, конечно, сказать, что он крут, это не сказать совершенно ничего. Я, кстати, его не первый раз вижу. Я долго не мог понять, от кого же он так взгляд косит. Или косит, как правильно, не знаю. Ну, косит от работы, наверное. А взгляд все-таки косят. Так быть, полагаю. И я нашел вот тут еще вот такая коза. Она не менее искусственная и не менее потрясающая. Просто, я не знаю, из бочки пива сделали вот такое выдающееся произведение арт-искусства. Потрясающие вообще немцы. Местами они могут удивить. И этот осел в Козой, они просто сделали день. Это просто мегаперсонажи. А здесь вот на немецком дворике неспешные беседы ввиду зарабы. Они здесь устроили свой пикничок. Чая нету. Как правило, их посиделки сопровождаются чаепитием. Но сегодня они обошлись без чая. Очень много, кстати, арабов в этих краях. В промышленной части Германии. Вот Дортмунд, Мангейм, Франкфурт, Дюссельдорф, Эссен. Ну, вот эта вот вся большая такая промышленная часть Германии. Очень насыщена арабами. И, блин, как-то да. Немецкую речь тут, пожалуй, реже услышишь, чем арабскую или русскую. Так что вот такие вот интересные пирожки. Едем дальше. А еще немцы очень любят цветы. Я не знаю, как называется вот этот вот цветок. Но пахнет он так, как будто, я не знаю, немка улила на себя флакон духов. Невероятный запах. Прям просто такой приторный. Вкусняшка. Я даже не знаю, как это называется, но очень-очень потрясающе. Я только из-за этого включил свою камеру. По мере продвижения к суровому городу Мангейм вместо химии и качественного немецкого вина в дело вступает совершенно другая химия. Тут я уже достаточно длительное время еду вдоль просто циклопического завода БАСФ. На этом заводе я периодически заливаю в свою бочку всякую химическую гадость. Ну и не гадость в том числе. Но этот завод имеет просто невероятные размеры. Он, конечно, немного меньше, чем тот, что я видел возле Марселя. Но, тем не менее, в длину он немногим менее 7 километров. 7 километров! Это один завод. Конечно, это просто-просто голос. Тут он просто носит название БАСФ. И, как бы, наверное, основатель этого завода, компания БАСФ. Но, фактически, сейчас там огромное количество разных фирм, фирмочек и каких-то группочек, которые производят свою химию. Но, кстати, по-моему, я снимал внутри завода небольшую зарисовку. И я сейчас постараюсь ее найти. Если найду, я сюда воткну в этот ролик зарисовку самого завода БАСФ. Ну, конечно, невероятная штука. Если так сравнивать, то... Ну, с чем можно сравнить? Ну, я тут прикидывал. Он больше второго транспортного кольца Минска. Он больше бульварного кольца в Москве. Диаметр бульварного кольца в Москве. Оно 5 километров. Садового, точнее. Садового 5 километров. А этого завода 7. Ну, в общем, город. Фактически большой промышленный город. И это все находится непосредственно в городе Людвигсхаффен, который срастается с городом Мангейм. Тут в Германии вообще на самом деле очень много таких вот агломераций, сросшихся городов, которые вроде бы отдельные, а на самом деле как бы вместе. Границ нету. Там только таблички. Видишь? Оп. Это уже другой город. А фактически как была улица, так и осталась. И Германия, конечно, славится такими сросшимися. Там, например, Дуссельдорфа, Эллиссона. И там целая группа городов. Да и здесь Людвигсхаффен фактически предвещает собой, ой, блин, город Мангейм, в который я вот-вот уже и въеду. Едем дальше. В районе Мангейма находится еще один город. Вот такой вот город. Назвать его заводом у меня, честно говоря, не поворачивается язык. Хотя на самом деле это предприятие. Но размером оно с город. Это БАСФ. Я не знаю, какого он конкретно размера. Но то, что он циклопический, это как бы факт. Чтобы попасть в него. Ну, вот сейчас я потратил полтора часа. А первый раз мы потратили около двух часов. Просто, чтобы попасть на этот завод. Пройти через службу безопасности. Отстоять очередь. И, в общем-то, в итоге иметь радость проехаться по этому заводу. Что он производит, честно говоря, я не очень знаю. Но, судя по размерам, все. Тут я видел и стирол делает БАСФ. Ну, это пенопласт. Сырье для пенопласта, точнее. Тут грузились какой-то бякой с напарником, когда я тут еще стажировался на бочке. Сейчас еду грузиться еще какой-то более бячной бякой. Ну, в общем-то, нет у меня ответа на вопрос, что он производит. Тут интересная ситуация. Завод-то вроде бы как бы один, территория одна. А вот компаний и фирмы, фирмочек и предприятий, короче, огромное множество. Это такое похоже на огромный муравейник. Даже не муравейник, наверное, а такую коммунальную квартиру, где общая коммуникация, но все живут по-разному. То есть, какое-то предприятие отвело себя от производственного процесса трубу с какой-нибудь фигней. Вот, скажем, вот есть производственный процесс, а вот это какая-то фиг помешь, труба с чем-то. Вот. В результате этого производственного процесса получилась эта труба. Ну, точнее, не труба сама, а то, что в ней течет. И оно все подается там на какое-то предприятие, где еще раз перерабатывается, и получается какая-то новая шляпа, которую уже это предприятие отгружает. Но, да, мы еще едем, конца края этому городу пока что не видно. То есть, и еще не скоро этот конец наступит. Я заезжал через пятнадцатые оборота, а всего их тут даже не знаю сколько, мне трудно сказать. Так, по-моему, мне куда-то нужно сворачивать, но я, честно говоря, не помню куда. Так, так, так. Вот красная линия, по-моему, ведет как раз-таки к этим, к весам, к моим. То есть, мне надо сейчас взвеситься, потом залить эту самую шляпу какую-то, которую мне зальют, жижу, бяку, и потом уже ехать дальше. И вот, кстати, тут еще даже отдельная своя сортировочная горка для составов. И это, это длится, длится и длится. Я не знаю, можно ли вообще выкладывать эту съемку на YouTube, но, когда говорят, что Европа в области химии ушла далеко-далеко вперед, я могу сказать, что да, и ни хера себе далеко. Таких заводов, ну, я не знаю, в СНГове, наверное, точно нет. Не, есть там, Советский Союз любил, как бы гигантоманию, но чтобы вот на одном заводе столько различных предприятий, производили столько различных всяких химических изделий, я не знаю даже, ну, хотя, я могу и заблуждаться, конечно же, я небольшой эксперт в области химии, как обычно, я еду против движения, но здесь по правилам, потому что у них так организованное это самое движение, и то, что было против шерсти, становится теперь по... Так. Идем в лоб. Где-то здесь скоро весы, на которых я буду взвешиваться, но завод еще тянется, тянется и тянется, ну, наверное, половину завода я проехал, наверное, но еще добрая половина осталась там спереди. Да, вон там весы уже. Так что, вот такие вот заводишки. Кстати, вот это стиролы есть, вот здесь в производстве стирол для пенопласта БАС производят. Ну, вот как-то так. Вот так вот выглядит этот химический завод с реки Рейн. Это огромное-огромное-огромное-огромное заводище. Великолепная река Рейн. И эта река говорит о том, что начинается, собственно, университет штат Мангейм. Мангейм. Почему-то он у меня вызывает такое ощущение какой-то промышленной суровости. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, я не прав. Может быть, это у меня какие-то неверные ощущения. Но то, что он окружен огромным количеством предприятий и он прям весь такой из себя мускулистый и заводской, то это как-то факт. Огромный мост, на полотно которого проступает ржавчина. Тоже немцы-немцы. Где же ваш Ордонг? Вот эти вот пятна, это ржавые пятна. Там железо внутри под покрытием дорожным. И прям вот все это ржавеет. Но это не суть важно. Сейчас едем внутрь. Посмотрим этот город в жару. Я, кстати, был в этом городе на Новый год 2020. Я встречал именно в этом городе. И он меня удивил обилием салют-опусканий. Тут было просто огненное восханалие. Тут творилось невероятно, что там прям у меня есть репортаж об этом чуде. И можно, конечно, посмотреть, что здесь творили местные жители. Сказать немцам у меня не поворачивается язык немцев. Тут все-таки наверное, может быть, даже меньше, чем приезжих. Но тут, конечно, было было нечто. Так что едем дальше. А вот, собственно говоря, и самый странный центр города Мангейм. Почему его назвал суровым? Ну, не знаю, может быть, потому что здесь ходят вот такие вот квадратные рубленные топором трамваи. Я такие встречал только вот в Германии, в частности, в Дуссельдорфе. там, где именно тоже промышленный кластер. Там такие трамваи. Такая архитектура здесь интересная, квадратная, без особых изысков. Ну, короче, не знаю, это просто мои впечатления. Наверное, к реальности они отношения не имеют маленькое. Но вот такое у меня сложилось об этом городе впечатление. Но фонтан красивый. Фонтан обалденный. Куда же без немецкого орла. Это центральный Бродвей, Бродвей местный. Прокатимся по нему. Еще одно интересное наблюдение у нас пончики, беляши, что у нас еще, чебуреки, да? А здесь вот в этом городе вот такие вот соленые крендельки. И много таких ларечков, где нарисованы вот эти крендельки. И видимо, чем-то они там приторговывают тогда, когда работают. Сейчас воскресенье по доброй старой немецкой традиции. Ничего не работает. Все все отдыхают. Одни кафешки. Кафешки работают, магазины и все остальное просто не фурычит. Так что такие дела. Одна из причин, почему мне Монгейм вызывает такие суровые ассоциации. Одна из водонапорная башня. Водонапорная башня. То есть это не просто какой-то монумент, памятник архитектуры. Это именно водонапорная башня. Водокашка. Я бы купил билетов пачку, чтобы выиграть вот такую водокашку. Потому что объект просто потрясающий. понятное дело, что сейчас он не работает. Хотя бог его немцев знает. Может быть он вполне себе функционирующий. Но во всяком случае для того, чтобы обеспечивать водой фонтаны этот памятник архитектуры вполне себе годится. И вот еще почему Монгейм суровый город. Потому что тут нету нифига съезда для велосипедеров. Он очень суров к велосипедистам. Это конечно не Мюнстер. Но зато здесь есть вот такой прекрасный фонтан. Отличный замечательный сквер. И вот такой вот прекрасный волшебный фонтан. Он в своих брызгах разбивает суровость Монгейма. Надо где-то присесть тут в тенечке немножко передохнуть. я пожаре сейчас 34 за бортом. Который у меня тоже кстати отсутствует. Но 34. Но это жарко. Я уже где-то сороковочку проехал километров. Надо передохнуть. Вот как-то так. К вокзалу города Монгейма идет такая широченная улица огромная большая и толстая и вот такой классический европейский вокзал. По-немецки много велосипедов по-европейски много ремонтов постоянно что-то кто-то делает. Огромная куча великов привязанная рядом с вокзалом. И вот такой вот. Но какие-то вокзалы во всех странах примерно похожи и очень часто невозможно спутать назначение здания и ты понимаешь это именно вокзал. Вот это здесь одно из таких классических примеров. Танцует так танцует таксует в Монгейме в основном на Мерседесах офигеть можно Мерседес самая таксовая машина во всяком случае в Германии. Жарко. Интересно сколько сейчас 33 градуса мне показывает мой термометр да и это прямо ощущает асфальт раскален и такая жара-жара хорошо что небольшой ветерок есть. тяжело дается это путешествие сегодня и вот еще залежи велосипедов да тут много всего ладно едем дальше вот так вот выглядит дворец Монгейма города Монгейма а чей-то дворец я честно говоря не очень знаю карл фридрих карл фридрих фон баден вот этот вот товарищ кто-то второй честно говоря даже не посмотрел жара-жара меня прибило и у меня такое сейчас скажем так тягостное настроение тягучее то есть двигаться особо не хочется а любое движение вызывает такое сопротивление во всем организме как вот это вот самое тянучка тянущаяся резинка или жвачка как будто я весь вляпался в жвачку и что-то пытаюсь сделать она меня тянет обратно но на самом деле в такую погоду конечно кататься тяжеловато тем более тут в отличие от побережья Франции нету кабинок с душем где можно было бы остановиться освежиться немножко сбить температуру моей раскаленной тушки поэтому приходится просто глотать горячую воду которую я таскаю с собой холодную купить негде потому что немцы в магазина не работают в кафешке по 3 евро за банку я что-то как-то не очень хочу покупать ладно доеду до машины там меня ждет холодненькая водичка в холодильнике ну а вообще в принципе наверное свой репортаж пора завязывать он такой получается у меня не очень казистый начал лезть свина закончили химзаводом с мангеймом но в общем-то как и мои путешествия они тоже сами по себе странные они вызваны нежеланием что-либо посетить а возможности то есть у меня есть возможность я это делаю а вот где бы я желал быть там меня к сожалению сегодня нет так что это такое похоже на тост да хочу чтобы все что вы желали у вас получалось меня опять несет не туда совершенно если что-то интересное вижу то включусь если нет то тогда всем пока пока